Девушки отдыхают А сегодня в передаче вы увидите! Раз в неделю, раз в неделю У этой передачи Привет! Ну что, подведем итоги? Ну и чего ты добилась? Ну вот выгнала ты меня из дому Ну и что? А я ведь вчера у нее не был Я был на работе Я и сейчас на работе Это прямой эфир Смотри Если бы это была запись Это бы вырезали Мне верят миллионы телезрителей А ты веришь только моей тёще Я не понимаю Почему я должен оправдываться? Почему я должен раскрываться Перед миллионами телезрителей? Как клоун какой-то Почему они должны смотреть Как я решаю свои личные проблемы? Они ведь ждут итогов Каких-то политических, экономических Короче так, если ты мне не веришь Можешь спросить у нее сама Был ли я у нее вчера? Или я был на работе? Новости спорта Здравствуйте Да не был он у меня вчера Меня вообще вчера дома не было Я на этом была На футболе Ой, ну это такой смешной вид спорта Они там бегают друг за дружкой Хватают друг друга Под ножки ставят за майку За трусы, неважно, хватают друг друга А потом поймают все кого-нибудь И целуют его А болельщики там все время дерутся Они, главное, болеют Одни за одних болеют Другие за других болеют Я не знаю Я так и не поняла ничего До свидания Субтитры подогнал «Симон» Привет! С вами опять я И с вами опять музыкальные новости Вчера я была в дискотеке «Мастер» И видела Сюткина Он на меня так посмотрел Да, похоже у группы действительно какие-то проблемы Кстати, выступала группа «На-на» «Наркотики», «Беспробудное пьянство» И «Постоянный мат» Быстро сделали эту группу популярной А на меня лично произвел огромное впечатление Клип певицы Татимы «Тра-та-там» Мне Виктор Иванович показывал Посмотрим и мы Такая девка, ты понимаешь Ну, я не знаю Там, Бриджит Бордо Просто вообще, там, не знаю Просто баба-яга, понимаешь Такая все эффектная Она пела Ну, здорово пела Все время плачет только Непонятно, что плачет О чем плачет Английских слов вообще непонятно Потому что все время такой грохот Это все так музыка В зале там Я не понимаю вообще Что там творится, понимаешь Отчего люди тащатся, понимаешь Все зажигалками машут Мужики вообще падают Цветы вот такими охапками переносят Тут все взрывается, понимаешь Микрофоны падают Динамики вообще в клочья, понимаешь В клочья разлетаются В общем, свет такой, знаешь Там итальянский свет, а мигает Вот так вот фонарей вот так вот мечутся, понимаешь Вот Ну, вообще полный, конечно, отпад Там все тащатся и вот А вот слов не понял я, понимаешь Вроде так английский учил, учил, а слов не понял, понимаешь Но все равно так клево, классно В общем, понравилось Вот такой вот клип Это был клип Татимы «Тра-та-там» А тот, кто первый сможет прослужить в армии ровно 76 с половиной дней и дозвониться к нам в студию, получит автомобиль. Пока! Иногда так объешься сникерсов, что повсюду мерещится нормальная еда. Еда. Съел и порядок. Паша гуляет в шлеме, а Саша гуляет с Дашей. Надо же, у Паши появились прыщи, а у Саши сами видите. Даша. Лучшее средство от прыщей. Здравствуй, незнакомый солдат. К тебе обращается ведущая передача раз в неделю Татьяна Лазарева. Живу я хорошо, работа у меня интересная. Напиши мне, как ты живешь, какие проблемы тебя волнуют. Пиши мне по адресу Москва, Зубовский бульвар 4, квартира 5046. Вот такой у нас большой дом. А теперь для тебя следующая рубрика. Привет в студии. Я Колосс Родосский. Кто к нам сегодня пришел, кто к нам приперся с гоночки спустился. Каскадер. Президент Ассоциации Каскадеров России, член Президиума Всемирного Движения Каскадеры за мир. Генеральный секретарь Организации Объединенной Каскадеры Леонид Анатольевич Лопух. Здравствуй, Леня, здравствуй. Ну что, расскажи нам какой-нибудь страшный случай в своей жизни. Какой-нибудь дико-жутку, кошмар, но только чур с юмором. Ну, мы работали над картиной «Мертвые души возвращаются». И я должен был сделать трюк. Значит, я на самолете должен был спрыгнуть на вертолет, зацепиться. Вот ты меня сейчас напомнил. У меня, кстати, тоже был аналогичный случай. В армии в первый день, вот когда нас забрали, всем сделали отбой, а меня как дурака отправили на кухню чистить картошку. Ну что, продолжай, давай. Да, ну и вот, значит, я стою на высоте 3000 метров на крыле самолета. Да, точно. А ты мне сейчас такой вообще напомнил. Вот я на 8 марта, на 8 марта начал выносить мусор. Вышел с ведром за дверью, она хоп и захлопнулась. Пришлось мне потом на третий этаж без, так сказать, страховки лезть. Вот какие дела. Да ты продал, что там самолеты? Нет, ну я-то работал без парашюта. А, вот, вот точно. Мы на ноябрьский как-то с мужиками поехали на рыбалку. Приезжая, значит, начали рыбу ловить. А соль-то дома забыли, представляешь? И вот мы там, пришлось нам давиться ухой без соли. Так мы там чуть все от цинги не померли, как этот, Витус Берин. Да, и что там, вот. Ну, я, в общем, прыгнулся, вертая с самолета на вертолет. Угу, стой, я не рассказал вот про армию. У нас там парень был, Вов Казаславский, значит, он на гитаре так классно играл вообще, гениально просто. Сейчас в театре песни у Пугачевой, представляешь, на трубе играет. Во! Судьба играет человеком, кто бы мог подумать. Да что все время я рассказываю? Ты давай что-нибудь расскажи. Я зацепился за вертолет. Ну, потом сорвался, упал, разбился, чудом выжил, крестьяне подобрали, выходили, да? Не, ну почему? Все нормально. Все нормально было. Я зацепился и все. Угу. Ну а соль-то в чем тут? В чем? Что тут такого? Цимус-то где? Трюк был сложный. Сложный, говоришь? Да. Концолки-то нет никакой. Ну трюк, может, сложный, конечно. Эффектного окончания нет никакого. Вот я вчера, например, сижу, курю. Казалось бы, что? Ничего. Вдруг дым, гарь, вот это все началось такое. Я давай звонить в милицию. Приехала милиция вместе с пожарными. Оказалось-то, что я пепел-то куда стрякнул? В сапог. А там носок-то и зажегся. Вот так, брат. Эффектная концовка. И вся история по-другому-то заиграла как, а? Ну ладно, давай прощаться. Счастливо, Леонид Анатольевич. Кстати, неплохой протез у тебя. Да это я перчатку забыл снять. Леонид Анатольевич Лопух. Человек неинтересной судьбы. Не повезло. Следующий. Малитон! Не старались, Паппарарас! Малитон! Пумпуруру Паппарара! Малитон! Ух, да-да-да-бара-бара! Малитон! Здравствуйте. У нас в студии новый независимый ведущий. Света! В общем, такая справная девка. Я хочу представить вам Свету. Нашего нового независимого ведущая. Хорошая такая девчонка, справная. Все так приняет. Сегодня у нас в гостях новый независимый ведущий. Света. Как вас? Не важно. Хотя, Света, это все приняет. Пользуясь своим положением независимый ведущий, хочу объявить, что я хочу повторно выйти замуж. Один раз я замужем уже была. Теперь хочу повторно. Повторно в смысле не за того же самого мужа, а за другого. За этим я про это и говорю. Вот. Так что пишите. Жду. Оп-оп-оп. Я пошла. Здравствуйте, дети. Сегодня я научу вас играть в компьютерную игру «Мортал Комбат». В ней, значит, собираются всякие каратисты на острове и дерутся между собой. Вот я сейчас играю с Абзирой. У него всякие магии, значит, есть. Вот он присутствует здесь, как нидзя. Вот я уже вышел на шестой уровень и... Ах, не получилось у меня. Ну, надеюсь, через неделю у меня точно получится, и я вас тогда точно научу, как побеждать на шестом уровне. Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день! На экраны столицы выходит новый фильм «Семья Вурдалаков-2». Двуполый маньяк, обладающий способностью вселять разум в животных, понукаемый своими сёстрами-лезбиянками и их матерью-ведьмой, со способностью к нультранспортировке преследует своего брата, который с помощью телекинеза пытается захватить черный меч самураев, чтобы, используя его волшебную силу, оказывать влияние на членов Американского Конгресса, чтобы они приняли 24-ю поправку Конституции, запрещающую аборты. Смотрите новый потрясный фильм на экранах столицы. До свидания! О! А чё, нету, что ли, никого? Не, ну молодцы, бросили экран на произвол судьбы, ушли куда-то, я не знаю. Передачу-то вести кто-нибудь будет? Ладно, я сама объявлю. Следующая рубрика! Пока! Чудесный вечер! Ну, в смысле, здрасте! Ну, я, значит, сижу тут чисто ногти, точу, да, и думаю. Чё вот все мужики, да, нормальные, которые себя уважают, да, они же любят так парфюм, но мало кто знает, что как им надо пользоваться. Ну, сразу должен вам сказать, что мыть тело, тело, да, не надо, мужики, это вредно. Потому что если классный одеколон, он будет пахнуть и так. Вот если у вас парфюм, да, вот берете, находите такую пипку, и только нажимаете, и всё, подмышки надо набрызгать на шею, из-за уха, да? А вот если у вас простой одеколон, ну чё, берёшь жменю, да, наливаешь вот этой влаги туда в жменю, раз только, и в щуку, раз, два раза по левой щеке, и три раза по правой. И ты в порядке, пол, девчонки наши! Чё-о-о-о-о! Вот когда телевидение только начиналось, оно было немым. И ведущие объявляли рубрики вот так. Очень трудно было быть ведущим. А сейчас уже не надо так сильно ухищряться, и можно просто словами сказать. Следующая рубрика. Привет! В эфире Автовжик. Ездить без гушителя гораздо круче. Безупречный внешний вид придаёт вам уверенности в себе. Но одна маленькая деталь может всё перечеркнуть. Подчас незаметная для вас, она очевидна окружающим. Перхоть. Пользуйтесь пылесосом от перхоти. Не давайте перхоти ни малейшего шанса. Она знает, что когда он пользуется денним торнадо, раздеваться нужно ещё в подъезде. Пользуйтесь пылесосом от перхоти. Вот вы думаете, что актёры учат текст наизусть, да? Нет. Вот есть такие актёры, которые не хотят учить наизусть, и для них специально есть телетекст, который бежит тут прямо вот на камере. И они вот так вот и чешут на пропалу и читают, то, что там написано, так читают и читают, даже сами не понимая чего. Вот сейчас вот будет. Джейн Джобжей, или я бы даже сказал, добрейший вам вечерочек. Как говорил один другой, мой знакомый, не спи, замёрзнешь. На этой неделе жуткая случилась катастрофа возле Аймекона. Страшный холод, полярная ночь до сих пор у них там, на сотни километров ни одной живой души, это кладбище мамонтов. А мой знакомый в это время в Алматы сидит, в Москву третьи сутки вылететь не может. А в Москве идёт прямой эфир передачи раз в неделю. И мне какой-то левый текст подсунули, и хотят, чтобы вам было смешно. А получается, по-моему, не смешно. И это моя личная катастрофа. А вы говорите Жванецкий. До видзения. Здравствуйте! Я продюсер рубрики «Кухня». В результате социологического опроса мы выяснили, что после просмотра нашей рубрики у телезрителей повышается в крови количество гастрогенов и красных кровяных телец. А ещё у них становится здоровый цвет лица. Вот такой. Ну ладно, я пошёл. Смотрите кухню. Мы смеёмся, потому что приготовление пищи должно доставлять радость и удовольствие. Сегодня мы вас научим готовить еду. Как правило, для приготовления еды нужна посуда. Да? А про какое правило ты сейчас сказал? Ну, это будет зависеть от того, что мы собираемся готовить. Разве нет? А разведа? Разведу мы сегодня не будем готовить. Мы сегодня будем готовить разве нет? С маслом. А разведу? А где ты её разведёшь? По сути, как правило, ты же сам сказал. Ха-ха-ха-ха! Здравствуй, дружок. Сегодня я расскажу тебе сказку про луковицу, которую звали Чиполино. В далёкой солнечной Италии... Хватит юродствовать. А чё я такого сказала-то, Господи? Здравствуйте, дорогие. Сегодня у нас в гостях в моей спальне замечательный музыкальный продюсер Олег Лазарев. Олег, привет. Олег. Эй. Ссс. Алё. Проснись. Скажи, что не туда. Жень, привет. Как жить, как дела? Привет. А чё ты спрашиваешь, как дела? А чё? А мы с тобой вчера виделись. Да где? Как где? В Сохо мы вчера виделись. Ты что, не помнишь? Да. Потом мы в Манхэттен поехали. Потом жаркицы, по-моему, тусовались. Потом мы Апендаун посетили. Да ты что? Да ты что, не помнишь? Мы же в Подольск поехали. Да ты что? В Подольск, а потом в Ленинград фестиваль «Белые ночи» делать. Да какие «Белые ночи», когда зима кругом? Какая зима? Ты мне что говорил? Ты говоришь, небо подсветит немножко, и вот «Белые ночи» будут. Да нет, ну... Да ты что? Да нет, я кредит уже в банке взял. Какой нет? Ты что? У меня в столбах не светит небо два дня уже. Ну пусть светит, а кто там был-то еще-то, кто там был-то? Да наши-то, в общем-то, все были эти... Крыл ездил, он что-то сукач, Киркор, Бутук ездил, ага. Значит, и Пресняк был, потом Понаровскую Ирину с собой возили. А это что такое? Что? Это со мной, это со мной, ладно. Ирина Понаровская с нами ездила, понимаешь? Ирочка была, милая. А Фимка Шиприн нас веселил. Да, и Фимка был. А ты, врач, за всех платил. Я платил. Ты у меня денег занял и платил. Да ты что? Я тебе говорил, Шенька, да, может, я платить буду на денег побольше, нет? Да нет. Ну, так что теперь... А что мы сидим-то здесь, лежим, поехали к ним туда? Да ну, они в этом опять в буфете засели на Казанском вокзале, ну что там? Как засели, там они уже по билетам ходят, какие Казанск? Ну что ты мне говоришь? Да, по билетам. Ну, дадим баксов 200, да и пройдем. Ну, в принципе, я не хочу. Фестиваль жалко, ну как? Ну, может, клип посмотрим. Да я кредит в банке взял, а ты клип посмотрим. Ну, подожди сейчас. Мне твои клипочки, знаешь, во сколько теперь обойдутся? Утро вечера. Ладно, давай спать, что ли. Гасить свет. Свет не надо гасить. Почему? А чертики придут, я их боюсь. Да? Денег нет, чертики ходят, ну? Ну, давайте спать. Пока-то да. Бум-Щ-тыки-ток-ток. Потанцуй со мной Потанцуй со мной В этот час ночной Пусть горят огни Мы с тобой огни Пусть горят огни В этот час ночной Потанцуй со мной Делай любовь! Благодарим клуб «Московский» – самый лучший и самый московский клуб в мире. Ну вот и подошла к концу наша передача. До свидания! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»